Мы продолжаем подтверждать золотые правила, выведенные нами в ходе многолетней работы с автомобилями. Конечно, с нашими утверждениями можно спорить, потому что автомобиль необходимо подбирать под конкретные нужды. Кто вы? Охотник, рейсер, гламурный модник или стандартный семьянин? Что вам ближе? Русский внедорожник, японский спорткар или немецкий седан? А может, корейская легковушка или бюджетный француз, которые не бьют по карману? Весь фокус в том, что, например, сронологам, новым, укомплектованным, но серым и таким убогим, вы можете поставить пусть с пробегом, но изящный, крутой и сильный бюргерский ростер. А надо ли? Это другой вопрос. Мы лишь предлагаем расширить кругозор и уйти от рекламных штампов при выборе автомобиля, а заодно помогаем понять, что почувствовать себя человеком за рулем достойного авто можно с тем же кошельком. Добро пожаловать в новый уровень! Этот ростер снесет твоей подружке крышу. Быстрый, модный, сексуальный. К уникальным пышным формам мы уже привыкли, а вот складной верх не каждый день увидишь. Модель настолько популярная и броская, что ее название знают все, а от одного вида учащается пульс. Это машина Audi TT, 99-го года выпуска. Двигатель 1.8, турбо, 225 лошадиных сил. Коробка механическая, шестиступенчатая. Уточним, что здесь традиционная система полного привода Quattro с муфтой Haldex. Так скомпонованы все версии с турбомотором. Причем колесная база Quattro TT на 6 мм длиннее, чем у переднеприводной версии. Будто чтобы подчеркнуть превосходство перед младшими комплектациями. Такое различие есть только у кузовов 8N. Колесная база следующего поколения 8J одинаковая у всех версий. Вообще машина по зиме очень интересно себя ведет. Полный привод это гораздо очень удобно. Было 230 по снежной дороге. Машина буквально просто вгрызается в асфальт, в дорогу и входит в повороты любые, как будто по рельсам. Имя TT напоминает о славном мотоциклетном прошлом Audi. До присоединения к Volkswagen Group компания называлась NSU и выпускала в том числе двухколесные машины. Спортивные мотоциклы NSU блистали на гонках с турист-трофи, сокращенно TT. В честь ивента и назвали ладный спорткар. А как вы яхту назовете, так она и поплывет. Судьба модели была ухабистая, как трасса для мотокросса. Только машина поступила в продажу, начались проблемы с устойчивостью на дороге. Тесты авторевю в аэродинамической трубе доказали, что заднюю ось прямо отрывает от земли на больших скоростях. Audi начинает расследование и останавливает продажи. А затем массовый отзыв. TT в обязательном порядке стали оснащать ESP и особым спойлером на крышке багажника. К счастью, норовистый спорткар удалось обуздать. Любопытно, но некоторые владельцы отказались от безопасного тюнинга. Мол, рискнем жизнью, но чистоту форм машины сохраним. Так что если видите TT без спойлера, знайте в ней камикадзе. Внимательный глаз сразу приметит легкий тюнинг. Во-первых, борода решетки радиатора до самого пола. Мы привыкли видеть TT с узенькой решеткой, как у А4. Черные шильдики и крашеный спойлер тоже работа владельца. Мол, раз уж крыша черная и тонировка в хлам, надо и акценты по кузову расставить. Очень эффектно, очень сильно привлекает к себе взгляд. Неоднократно было, что если где-то зашел куда-нибудь, там, не знаю, в заведение, где-нибудь, через некоторое время выходишь, и стоит народ, фотографируется, снимается, по-всякому. А если заехал во двор и где-то бегает, где-то вора, то, естественно, подлетает сразу же. Вообще, в наших морозных краях всякий родстер или кабриолет воспринимается как дива из жарких стран. На самом деле, двухслойная матерчатая крыша хранит тепло, как термос. Да из чего бы металлической крыши намного лучше удерживать температуру. Ведь зимой мы ходим в пальто, а не в стальных доспехах. Главное, чтобы не было сквозняка. Очень теплая. Зимой никаких не было таких сессу, чтобы я на ней замерз. Разумеется, крыша с электроприводом. Премиум-сегмент обязывает. Ну, чтобы поднять крышу, нужно, во-первых, конечно, повернуть ключ зажигания. Ну и все, нажимаем кнопку. Крыша достаточно быстро и легко складывается. Занимает это буквально, там, я не знаю, несколько секунд. Не засекал, конечно, ну, секунд 10, я думаю, не больше. Потом крыша притягивается, поворачивается ручка. Все, крыша собрана. Не каждый захочет, чтобы к нему в салон заглядывал с высоты всякий пассажир автобуса. Открытый верх – это своеобразный лайфстайл. Поэтому и отделка броская. Кожей цвета макосин перетягивается только версия родстер. Наверное, чтобы все вокруг разинули рты. Да и в целом отделка побогаче, чем у ТТ с жестким верхом. Спортивный тренд – сатинированный алюминий – выглядит безумно стильно. Дуги, между прочим, не только элемент декора, но и средство безопасности при опрокидывании. Сидения отлично прострочены и для красоты протянуты кожаными шнурками. А теперь немного математики. Бензина нужно 10 литров на сотню. Это если основательно наступить на педаль. Запчасти в целом доступны, да и не подведет немецкая машина, хоть и собрана в Венгрии. За то время, пока она у меня, мне пришлось единственное, чтобы поменять сцепление. Проблема коррозии ТТ не волнует. Кузова первого поколения до сих пор в идеальном состоянии. А ТТ второй генерации вообще на две трети сделаны из алюминия, которые легче и долговечнее стали. Страховка стоит, как обычно, а вот сама машина довольно быстро теряет в цене. Головная боль продавца и большая удача покупателя. Этот экземпляр продается, внимание, всего за полмиллиона. 500 тысяч за настоящую имиджевую модель в полном фарше и с отличным мотором. Причем, по словам владельца, машинка совмещает качество фан-кара и рабочей лошадки на каждый день. Для сравнения, новенький ТТ обойдется в 75 тысяч долларов.